Здравствуйте! Это программа «Точка зрения» и я ее ведущая Альмира Новоселова. Хищение чужого имущества обманным путем – это есть мошенничество. Как не попасться на уловки злоумышленников? Сегодня обсудим распространенные схемы киберпреступлений. Делитесь своими историями, как вас пытались обмануть. Звоните по телефону 216-38. А я пока представлю гостей нашей студии. Альберто Булисович Джагапиров, начальник ОМВД России по городу Лабытнанге, подполковник полиции. Тамара Александровна Корпец, начальник следственного отделения ОМВД, подполковник юстиции. Людмила Михайловна Иконикова, начальник отделения дознания ОМВД, майор полиции. И Михаил Владимирович Лихачев, оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД, майор полиции. Итак, начнем с оперативной сводки. Альберто Булисович, какова статистика преступлений, связанных с мошенничеством на сегодня? И сколько их было в прошлом году? С развитием информационных технологий мы прогнозировали динамику роста таких видов преступлений. И вот можно за 2021 год констатировать, что наблюдается рост таких видов преступлений. В прошлом году зарегистрировано 158 преступлений в сфере IT-технологий. Большинство из них относятся к таким видам преступлений, как мошенничество и кражи. Если провести анализ с предыдущими годами, допустим, в 2018 году каждое пятое преступление у нас на территории города было совершено в сфере IT-технологии. А в прошлом году уже каждое третье преступление. То есть в процентном соотношении за 5 лет количество таких преступлений увеличилось на более чем на 46%. А уже известного, да, с чем связано такой рост? Я думаю, ну там несколько моментов, конечно же. Это, как я уже сказал, это развитие информационных технологий. Сейчас вся преступность практически ушла в интернет. Не только мошенничество и кражи совершаются с использованием интернета, хотя это основные виды преступлений, которые совершаются с использованием средств связи. Ну и, так скажем, интернет. Если разделить условно на категории, можно определить это телефонные звонки с виртуальных номеров, интернет, сам. Это всевозможные сайты, оказание услуг, реализация товаров. Значит, и заработки на лжеплатформах. Вот такой вид мошенничества у нас тоже, как бы, регистрируется. И неправомерный доступ к компьютерной информации. Вот с последующим, значит, рассылкой сообщения о занятии денежных средств. Такой вид мошенничества у нас тоже, кстати, распространен в городе. Может быть, мы поподробнее о каких-то из них поговорим? Вот, казалось бы, трудоустройства. Где тут может человек попасться? Ну, если говорить о каких-то услугах, допустим, в интернете, то есть человек хочет, допустим, либо реализовать какой-то предмет, выставить на продажу. У нас, честно говоря, бывают такие абсурдные моменты в преступлениях, что человек выставляет, допустим, коляску, значит, на авито за 5 тысяч рублей. В итоге она сама же переводит мошенникам 25 тысяч рублей. Вот. Как это возможно? Вот. На этот вопрос у заявителей практически нет ответа, как такое вообще возможно, как такое вообще происходит. Происходит это из-за того, что сами граждане невнимательны. Невнимательны при совершении определенных действий. Допустим, даже вот очень распространенный вид мошенничества, о котором я сейчас рассказываю, то есть человек выставил на сайте определенную продукцию или там предмет, вот, с ним связываются мошенники, просят продиктовать данные банковских карт, вот, дабы, значит, перечислить денежные средства. И граждане, не задумываясь, продиктовывать все сведения банковских карт, то есть все номера, в том числе и коды, которые никому не должны говорить. И в итоге у них списываются денежные средства. Либо они, есть второй вариант, это они переходят по ссылке, вот, точно так же там вводят все данные своих карт. Естественно, значит, таким образом списывается гораздо больше средств, чем они сами выставили ценник на определенный товар. А вот какие из последних, новые способы мошенничества вы можете называть? Ну, мошенники, они, как бы, меняют тактику и виды мошенничеств. В последнее время преобладают звонки гражданам с виртуальных, так называемых, номеров. Вот. Виртуальные номера, которые якобы принадлежат определенным должностным лицам силовых структур. элементарно звонят, схема, в принципе, наработана у мошенников, звонят гражданам, говорят, что с ихними денежными средствами происходят какие-то манипуляции. Вот. И для того, чтобы не произошли какие-то там хищения денежных средств, необходимо обналичить эти средства и положить на безопасные счета, которые они там сами предиктуют. И граждане, к сожалению, по своей доверчивости все эти манипуляции проводят. То есть они обналичивают свои денежные средства и под диктовку мошенников кладут эти деньги якобы на безопасные ячейки. А эти ячейки принадлежат, естественно, мошенникам, и деньги, соответственно, похищаются таким образом. Вот. Чтобы убедить граждан, те же мошенники звонят им, как я уже сказал, якобы с номеров должностных лиц силовых структур. И для убедительности просят самих граждан проверить в интернете принадлежность того или иного номера. И, естественно, граждане там вбивают номер телефона и смотрят, что номер относится к такому-то должностному лицу, и это их убеждает действовать по, так скажем, указке мошенников. Вот. Это основной вид мошенничества, которое сейчас в последнее время срегистрируется. И хотел бы сказать, что люди переводят большие суммы денег. Вот. Это один момент. И второй момент, когда люди переводят не свои сбережения. То есть, они оформляют кредит, также, значит, в будущем введенном заблуждении большие суммы, более миллиона рублей. Вот. И точно так же, значит, якобы хотят обезопасить средства и кладут эти деньги якобы на безопасные ячейки. Хотя, конечно же, эти все счета банковские принадлежат мошенникам. Вот таким образом люди подвергаются, значит, противоправным действиям со стороны мошенников. То есть, одни из таких самых распространенных это площадка Авито, да, вот такие самые популярные, скажем так, деяния мошенников. Да, по Авито и по остальным сайтам происходит мошенничество только, наверное, по моему мнению по одной простой причине. Ну, во-первых, это доверчивость граждан. Во-вторых, невнимательность. На сайте Авито есть определенные официальные адреса, вот, ссылки, официальные ссылки, по которым нужно переходить, допустим, и можешь оплатить либо приобрести, то есть, можно ввести определенные манипуляции с картами. Которые позволяют сделать сделку безопасной. Да, безопасной. А на самом деле мошенники, значит, отправляют ссылки схожи по адресу с официальной ссылкой. Люди просто по всей невнимательности уже переходят, но там уже не совсем та ссылка там либо отличается либо в букве, либо в цифре. Вот. И человек, будучи убежден, что он там переводит деньги официально, вот, а на самом деле переводит средства мошенникам. Такие моменты тоже есть. Сколько бы не твердили миру о схемах мошенничества находятся граждане, доверчивостью которых пользуются преступники. Об одной из жертв узнаем из сюжета. Храните деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть. Во времена гражданина Милославского из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» сберегательная касса была гарантом сохранности денег. Сегодня, увы, обезопасить свои кровные становится все сложнее. Мошенники виртуозно подбирают ключи к банковским счетам. Им даже не чуждо действовать от лица прокуратуры. С методами работы псевдосотрудников ведомства познакомился этот гражданин. В личных интересах мужчина пожелал остаться инкогнито. Когда мне позвонили сотрудники прокуратуры, у меня даже не возникло отличных вопросов. Они пояснили, что действуют в интересах следствия. Якобы мошенники устроили атаку на мои счета. И чтобы взять их с поличным, требуется моя помощь. Для начала нужно предоставить информацию о банковских картах, а после церкви в безопасности перевести все средства на резервный счет. Как только выполняли эти действия, мне посыпались вернуться сообщений. У потерпевшего были списаны денежные средства, приходили СМС-сообщения с кодом подтверждения операции. Потерпевший данные СМС-сообщения и код сообщал мошенникам. И в Русачево были списания в количестве пяти штук на суммы в размере около 80-90 тысяч покупки в интернет-магазине. Сотрудникам полиции потерпевший пояснил, что звонок поступил с официального номера окружной прокуратуры, который он, кстати, проверил. В данном случае мошенники использовали свип-телефонию, то есть звонок через интернет с подменой номера. На эту уловку и попался мужчина. Сотрудники прокуратуры ни при каких обстоятельствах не выясняют какие-либо вопросы по телефону. Если звонит сотрудник прокуратуры, он может либо вызвать то или иное лицо к себе для того, чтобы отобрать либо объяснение, либо выяснить какие-то иные обстоятельства в рамках какого-либо обращения, либо в рамках рассмотрения материала, либо уголовного дела, поступившего в прокуратуру. Год только начался, полицейские уже расследуют полтора десятка уголовных дел. Сумма ущерба исчисляется миллионами. Мошенники работают по телефону, а еще активнее в интернете. Сайт объявлений Авито основная платформа для обмана граждан. Каждую сделку злоумышленники пытаются провести через предоплату, ссылаясь на якобы установленные правила. Таких правил на сайте Авито нет. И если человек что-то продает, то у него никто не будет требовать денежные средства за этот же товар, который он сам и продает. То есть, если идут такие предложения, либо говорят, что мы вам пришлем номер сайта, номер карты, вам придет код. После слова код вообще нужно прекратить всякий разговор. Это уже однозначно свидетельствует о том, что на связь вышли именно мошенники. Нельзя сказать наверняка, кто попадает на крючок мошенников чаще всего. Подход, как показывает полицейский опыт, они находят ко всем доверчивым гражданам. Это интернет-заказы и звонки с просьбой помочь поймать преступника. Бдительность. Вот главная защита от виртуальных террористов. Не позволяйте себя обманывать. А я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Вы можете рассказать свои истории, как сталкивались с мошенничеством, позвонив по телефону 2-16-38. Михаил Владимирович, расскажите, как ведутся разыскные мероприятия, насколько сложно поймать таких злоумышленников? Здравствуйте. Комплекс мероприятий по установлению лиц, совершивших преступление, в первую очередь планируется, то есть проводится на месте в территориальном органе. путем направления различных запросов, опроса потерпевшего, установления всех обстоятельств дела. То есть, исходя уже из полученной информации, направляются запросы в различные кредитно-банковские организации, либо учреждения, которыми предоставлены услуги. в дальнейшем при поступлении ответов на запросы производится анализ поступившей информации, при наличии информации о лице, совершившем преступление, осуществляется выезд по месту проживания данного лица в служебную командировку, где производится неотложное следственное действие, лицо устанавливается, допрашивается, производится обысковое мероприятие, направленное на изъятие орудий совершения преступления, похищенного имущества. Как бы по данному вопросу все. Но самое главное как бы раскрытие преступления это его предупреждение, предупредить, то есть это в первую очередь профилактика, то есть граждане должны знать какие виды преступлений у нас на территории города регистрируются, что им нужно преступникам противопоставить. На мой взгляд наиболее распространенными видами преступлений мошенничества на территории города регистрируется грубо говоря пять видов. это вот получается как уже Альберто Булисович обозначил звонки от злоумышленников потерпевшим о якобы совершенных переводов на их банковских счетах либо взятии кредита на данных лиц и в дальнейшем перевода ну то есть потерпевшего убеждают, что в отношении него совершено противоправное действие и в дальнейшем чтобы предотвратить это противоправное действие потерпевшего убеждают перевести свои накопления на так называемые безопасные счета, которые продиктовывает злоумышленник. Бывают случаи, когда злоумышленники указывают, что на потерпевшее лицо оформлен кредит на определенную сумму и якобы для получается аннулирования данного кредита ему необходимо идти в банк, взять на свое имя кредит и полученные денежные средства опять же перевести на безопасные счета. Эти счета будут уже злоумышленников. В данном случае используется система подмены номеров. То есть в сети интернета имеются определенные сервисы приложения, которые полностью подменяют номер телефона звонящего. То есть у принимающего абонента уже отражается номер телефона, который запланировал звонящий, то есть преступник. То есть учитывается там, можно указать, грубо говоря, звонки потерпевшим осуществляют от лица сотрудников государственных органов, правоохранительных органов, либо от сотрудников банка. То есть у потерпевшего лица отражается не сотовый номер телефона, не сотовый номер телефона, а уже получается стационарный, который, грубо говоря, можно перепроверить в сети интернет. Действительно там прокуратуры номер телефона, дежурной части отдела. Но это опять же информация, она имеется получается в свободном доступе в сети интернет. То есть по данному поводу как бы в любом случае при поступлении звонка от неизвестного лица, тем более представляющегося там сотрудником правоохранительных органов или банковского учреждения, то есть в любом случае необходимо данную информацию перепроверить, как минимум осуществить, перезвонить на данный абонентский номер. Программа подмены абонентских номеров предусматривает, что этот абонентский номер отображается у принимающего лица абонента, но при осуществлении, ну то есть он фактически, то есть не звонит с этого номера, то есть при осуществлении звонка на данный номер вы попадете уже получается в госучреждение от лица которого действовал преступник. Где можете проверить информацию, да? А еще вот скажите, вы сказали, вы выезжаете в разные города, то есть как правило не бывает такого, что именно в этом же городе, да, например, в нашем находятся машины, как правило это всегда из других городов, чтобы их было сложнее найти, да? Да, это все дистанционно как бы изначально уже совершается, то есть с использованием сети интернет либо средств сотовой связи, как бы тут однозначно, то есть опять же там уже как бы развитие технологий происходит, там уже чтобы постоянно усложняется работа правоохранительных органов, то есть уже какие-то ступени появляются, то есть промежуточные номера телефонов, которые там при получении ответа там он отсылается там, то есть сотрудник полиции, то есть в другое учреждение и так далее и тому подобное, то есть вот как бы даже вот в кредитных учреждениях, то есть получаем запрос, ответ на запрос, грубо говоря, со Сбербанка, там ответ, согласно ответу, денежные средства были потерпевшим переведены там на карту другого банка, получаем ответ с того банка, эти же денежные средства переведены как ступенька далее, залетают следы, да, 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 то есть как бы это грубо говоря, лицом ну там две, два, две, три ступени переводов этих денежных средств и конечный получатель там может быть находиться совершенно в другом регионе, Вы в один из самых дальних регионов нашей страны ездили? Да, получается в январе текущего года выезжали в служебную командировку в город Южно-Сахалинск, то есть там тоже был установлен преступник, который совершал преступление путем создания дубликатов страниц в социальных сетях, то есть в Одноклассники, ВКонтакте, то есть как бы тоже такой животрепещущий вопрос, создается дубликат страницы гражданина, в дальнейшем потом его уже знакомым, друзьям направляются сообщения с просьбой о переводе денежных средств, то есть перевод соответственно на карту преступника либо там опять же на звено вот этой преступной сети, то есть карту звена, то есть это в данном случае то есть тоже какой момент я хочу сказать, что в любом случае при каждом переводе денежных средств нужно убедиться в данном виде если близкий родственник просит перевести денежные средства нужно ему обязательно позвонить уточнить какой целью зачем то есть все спам вот этот вконтакте начинает то есть оно все сразу встанет на свои места насколько крупная сумма переводит Тамара Александровна расскажите одну из последних вот таких громких дел скажем так на какую сумму у нас одно из последних уголовных дел которое было возбуждено в следственном отделении обратилась гражданка в феврале текущего года о том что также ей позвонили с номера госучреждения представились полномоченным лицом убедили гражданку в том что якобы происходят оперативно-розыскные мероприятия что ей необходимо поучаствовать в данных мероприятиях гражданка снова ей осуществился звонок с подменного номера как уже сказали мои коллеги гражданка проверила его в соцсетях ну то есть в интернете действительно номер подтвердился что да это номер госучреждения даже была названа фамилиями отчества сотрудника который якобы звонил также она убедилась что такой сотрудник действительно существует в этот момент у гражданки отпали все сомнения после чего она пошла в банк сняла большую сумму денег своих личных накоплений которые составляют более 3 миллионов рублей это были личные ее деньги пошла в отделение другого банка и наличными денежными средствами перевела деньги на якобы безопасные счета при личной беседе я лично беседовала с данной гражданкой на данный момент она все понимает но говорит что она находилась в тот период под каким-то воздействием и до нее сейчас приходит осознание да то есть я сняла денежные средства со счета они у меня в руках они уже в безопасности то есть как их могут похитить но при этом будучи введенной в заблуждение она пошла в банковское учреждение и лично своими руками перевела деньги в руки мошенников то есть таких случаев очень много только ну суммы соответственно разные в данном случае были личные накопления есть случаи когда люди оформляют кредиты на огромные денежные суммы то есть тоже порядка миллиона рублей и потом остаются с кредитами да ну то есть очень много в следственном отделении сейчас преобладают в основном уголовные дела именно о преступлениях в сфере IT-технологий вот вы часто общаетесь да с жертвами скажите в какой момент как правило они осознают что их обманули ну как правило осознают уже когда деньги переведены и когда зачастую родственникам рассказывают о сложившейся ситуации и родственники уже поясняют что они оказались жертвами мошенников то есть даже в некоторых случаях не сразу люди обращаются потому что до них не приходит осознание что их обманули они до последнего надеются что да они работали ну с ними взаимодействовали сотрудники правоохранительных органов либо банковских учреждений то есть не сразу осознание приходит сейчас мы посмотрим видео где наглядно увидим как даже полицейский не смог убедить пенсионерку которая следовала инструкциям злоумышленников по телефону действия происходят совсем неподалеку в Сарехарде прекратите пожалуйста разговаривать с мошенниками здесь немножко осталось до этого до этого женщина успокойтесь пожалуйста сколько вы перевели денег вот я вам скажу вот я вам скажу фамилию этого товарища да хорошо скажите сейчас у меня нету сейчас у меня нету вот самое я этот листок дома оставила потому что когда они вообще начали вам звонить я кто мошенники не мошенники а кто это ваш сотрудник как вы поняли что это наш сотрудник ну потому что он что ну и что я тоже могу позвонить непонятного номера представиться я там в отличие от него я вам показал удостоверение у вас ничего не получится граждане мошенники можете сбрасывать она переводить вам деньги не будет я сотрудник полиции в отношении вас совершаются мошеннички действия пожалуйста я вас прошу проехать с нами в отдел разобраться успокойтесь пожалуйста не надо применять насилие в отношении сотрудника я сотрудник полиции я попросил вас не закрывать я попросил вас не закрывать двери и пожалуйста не трогайте меня если вы считаете что я не сотрудник полиции пожалуйста позвоните в дежурную часть вы потому что неправильно себя ведете почему я неправильно я пытаюсь вас остановить и не переводить деньги итог этой истории ожидаем пенсионерка через несколько дней пришла в отделение с заявлением о хищении почти 900 тысяч рублей Людмила Нахана вот расскажите как мошенникам удается так убеждать своих жертв что они просто видят полицейского и не верят своим глазам наверное это в первую очередь связано с тем что вот имеет очень много в последнее время фактов именно обмана граждан будучи обманутыми один раз они уже боятся быть обманутыми в последующем основной целью мошенников является это завладение денежных средств доверчивых граждан любым способом они как правило хорошие психологи и когда поступают там звонки или какие-то предложения в адрес граждан о том что совершаются мошеннические действия и они начинают излагать определенный алгоритм действий у гражданина в первую очередь наступает страх за свои денежные средства и они поддаются тем предложениям которые им диктуют мошенники с тем чтобы обезопасить собственные денежные средства но как мы уже знаем что это ни к чему положительному не приводит и люди только теряют свои денежные средства а то что граждане уже не доверяют сотрудникам полиции которые пытаются их обезопасить от того чтобы граждане не стали жертвой преступников ну как я уже сказала будучи обманутыми один раз люди боятся быть обманутыми второй раз и как уже здесь обозначалось что дабы не стать жертвами мошенником гражданам нужно уяснить что никогда не будет звонить сотрудник полиции либо сотрудник банка и говорить о том что в отношении него в настоящий момент совершаются мошеннические действия и нужно идти в банкомат и снимать деньги и переводить их на резервные счета либо брать кредиты что в принципе уже должно настораживать и переводить денежные средства что ни сотрудники банка ни сотрудники полиции в данной ситуации звонить не будут и не будут диктовать алгоритмы действия по выводу денежных средств у нас есть звонок извините как раз прервывал здравствуйте вы в прямом эфире здравствуйте расскажите как вы сталкивались с мошенничеством как вас зовут ну все очень стандартно так же как у всех мне тоже звонили в том числе и сотрудники банков ну в кавычках я хотела бы спросить если можно у гостей студия конечно скажите пожалуйста а есть ли такая статистика клиенты каких банков чаще становятся ну жертвами мошенников и можно ли быть уверенным в том что к вот такому расцвету именно ну интернет или телефонного мошенничества банки точно не имеют никакого ну как бы отношения потому что откуда-то у этих недоброжелателей берутся данные там именами отчествами жертв или даже фамилиями то есть они знают что вот допустим этот номер принадлежит конкретно этому человеку может быть здесь не знаю мобильные операторы замешаны вот такой вопрос можно ли быть сегодня уверенным что это не банки и например там небольшие какие-нибудь мобильные операторы сливают эту информацию и вот есть ли статистика о том ну какой банк ну грубо говоря самый надежный спасибо мы поняли вопрос спасибо за звонок Альберто Болисович вы наверное ответите да ну проводимый анализ показывает то что основные клиенты которые подверглись мошенническим действиям либо списанию держим средств это клиенты Сбербанка ну и ВТБ банк вот два основных банка в принципе пользователем которых жители города являются по поводу того что имеются ли в рядах работников банка злоумышленники и так далее конечно же это не доказанный факт но то что злоумышленники допустим звонят и обращаются уже по имени отчеству да например жителям города такие моменты тоже у нас есть вот можно говорить только об одном что они владеют информацией то есть возможно да возможно конечно потому что позвонили ты взял трубу и обращаются к тебе по имени отчеству такие моменты есть поэтому предлагаю обратиться к жителям городского округа еще раз напомнить о безопасности и куда вообще обращаться в первую очередь если они поняли и осознали что они столкнулись с мошенничеством учитывая то что в прошлом году у нас жители города к сожалению перевели злоумышленникам более 14 миллионов рублей большая сумма огромная сумма вот и все эти заявители которые к нам приходили они были уверены что значит они не попадутся на уловки мошенников значит поэтому хотелось бы еще раз обратиться к жителям городского округа города Лоботанги быть максимально бдительными если вам звонят с незнакомых номеров не поддаваться на уловки мошенников и желательно просто не разговаривать не поднимать руку особенно касается с номеров с московскими регионами с кодом московского региона это 495-499 значит граждане просто не готовы в какой-то степени и так сказать к тому чтобы обезопасить себя где-то поддаются ловкам мошенников поэтому хотелось бы чтобы они прерывали разговор и незамедлительно перезванивали уже официальным номером банков допустим чтобы уточнить есть ли какие-то там махинации или моменты по их недельным средствам и в отделении полиции то есть в банк и в полицию самое главное когда нужно после этого прервать разговор и конечно перезванивать сегодня сотрудники полиции рассказали о самых разных вариантах мошенничества поэтому будьте бдительны а мы на этом с вами прощаемся до встречи на канале Лабутнанского телевидения до встречи